и снова здравствуйте с вами на связи олег голодвин мы проходим тренинг по специальному мануальному массажу иммунальной терапии сейчас мы рассмотрим именно приемы мануальные как нам разгрузить пояснично-подвздошное сочленение соответственно это где косточка да я ямочки видно да это вот верхний уголок подвздошной сети здесь позвоночник между ними коротенькие такие связочки дальше вот между крестцом и подвздошной косточкой вот тут связочки есть они очень такие узкие и по сантиметрику кстати картинка очень наглядно показывает вот они о которых резко кто замечает воздушно-поясничная связка да и вот это вот задняя крестцово-подвздошная связка чтобы их разгрузить ну во первых мы уже промассировали да во вторых туда надо поглубже залезть мил такой фасциальный массаж когда проникаем глубоко глубоко и вот эти вот толчковые такие техники заталкиваем как бы раздавливают эти мышцы расшатываете сочленения чтобы между ними прям проникал пальчик в глубине если совсем жесткие да то прямо можно пробить сквозь свой палец вот так она буквы вид находится да вот эти вот связки прям через свой палец пробиваем их а здесь можно спать и сделать такой молоточек вот так вот да и по нему кияночкой пробиваем прошла твоих если вы заметили все мои удары направлены кулаком не вниз а немножко вот таким углом потому что от этой точки и 5 с 1 от базиса да я уже сколько раз повторяю камень претновения наш да все кости которые растут ниже мы должны декомпрессировать вниз поэтому пробить и всегда идут вниз вот расшатали еще дополнительные косточки то есть я стучал куда погребли по зажим костей и по крестцу теперь берем за коленку противоположную ногу может захотите можно также там на прямой руке может на бицепс выше коленки берешь чашечку не травмировать ногу расслабь и теперь может быть во первых во первых в чем причина сначала рассмотрим если таз повернут до тазовых костей то она будет выпирать этот уголок будет выпирать вверх датман будет разбивать внутрь или это сдвинут вот сюда подвозь крестцовая мышца она сжата будет выпирать да и это тазово косточка также будет торчать может сам крестец быть повернут так вот так и вот навык как-то лежат да вот это все мы также проверяем ставим на крестец свою ладонь берем ногу и крутим вокруг леса и проверяем в какую сторону меньше шевелится да где он там какое-то напряжение где он выбирает нам больше да и вот теперь сам крестец управляем в эту сторону теперь подвздошную кость если вот нам надо в ту сторону праве зато ногу надо качать на себя рычаг на себя вот такой делается на себя раскачиваем 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 если вот этот стран дату раскачиваем туда и сюда удар то есть это получается рычаг у нас если на ногу тяжело держать давно вот бывают такие большие ноги тяжелые можете облегчить тем что сократить рычаг вот так рычаг поменьше будет но зато вы хотя бы ее сможете поднять дошли до преднапряжения и после этого толчок и если уж совсем и это не получается да за один раз не всегда бывает что можем помочь когда могут подойти вот косточки поставляем пальцы сзади когда человек лежит лицом вверх повернусь отчаяния к солнцу частью используем также смотрите берем ногу будет загибаем туда и нам будут проникнуть вот ямочка да вот мышца паравиатребральная переходит как раз вот 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 между крестцом и подзошью косточку вот именно здесь вот получается мягкое место там туда мы ставим пальчики свои либо вот это фалангой упираемся в стол вот такая высота получается да либо вот это фалангой высота побольше получается и вот этой фалангой вот такая получается видите то есть там надо было тяжело нащупать но особенно толстых людей да если вы щупаете вот косточку нащупали да и буквально сантиметра за нее зайти и вот туда вот сюда ставим пальчики либо это фланги либо вот этой либо вот этой еще раз вот я поставлю на самую большую флангу видно там прицелился до опускаю и вам будет больно и мы немножко ничего надо потерпеть будет расшатываем нажимаю сверху и расшатываю чувствуешь не больно вот может чуть пониже потом опустить руку о вдоль позвоночника и чуть повыше где уже пояснично-подвздошной мышцы именно пояснично-подвздошной и крестцово-подвздошной мышцы разрабатываем проработали вот так теперь это 100 раз который надо работать мы представляем что у нас то есть у нас то сразу он сюда и это косточка выпирает не драйс наоборот она не убирает тасс сюда это косточка на грудь глубже слога нам надо ее вставить обратно движением будем делать это за колено убирает тасс вот таким образом человек вот эту руку свою запястье подкладываю прямо под крестец вот сюда с той стороны примерно под углом вот вы умазите должны представить вот когда я говорю да буквы ведь вот примерно под под таким углом насколько добрался 30 надо совершить обилизационный толчок вот представляем от угла да вот в ту сторону раскачиваем всем корпусом туда вытаскиваю куску тебя и переворачивайся теперь назад на спину сперва бессмысль после того как мы с этой стороны вот все пробили там продавили да этот когда у нас выбирает сюда да теперь надо вставить туда обратно просим его то есть там когда лежал на спине на коленка вверх да это он это был повернут сюда теперь что все обратный когда повернут сюда гребен должен гости на надо пододвинуться сюда чуть-чуть крыла стала чудеса ну вытаскиваем коленку вот сюда и целимся в этот гребень тут честно говоря важно чтобы колено было на жестком лежала не висела да и важно посмотреть угол какой я не знаю как угол да я его сейчас ищу я ищу этот уголок когда может получить поднят когда он максимально вот как бы неудобный то есть я чувствую как выпирает это неудобно да вот пример нашел угол такой и опять же всем корпусом раскачали и толчок опять же под этим углом примерно коси позвоночника это где-то градусов отклонение 30 получается вдоль бедра если не получилось да ну и мы слышали чё то можно быстренько пока на свежую сразу спротить и проскрутить и вот так вот делать доворот вот уже получился слишком такой длинный у нас обучающий видеоролик да это мы все работали еще раз повторяю с и пояснично-подвздошной частью сустава да и с подвздошно-крестцова частью сустава до этого расшатывает далее опять же сама поясничка да и крестец может после приемов дополнительно ставится если мы поднимаем обе ноги и именно крестец среди компрессии либо сюда либо сюда протянули но вот это последняя при грыжах или 5 с 1 до честно нельзя делать 4 или 5 тоже да вот эти все три последними межпозвонковые диска мы бережем в этом случае с нам грыжа лучше не делать ну все сейчас мы будем отрабатывать на практике дорогие друзья с вами был олег лавгудин пока пока